Однажды я зашел на официальный сервер, и в моей голове появился гениальный план, как заработать много ресурсов, практически ничего при этом не делая. Но для этого мне нужна была армия рабо... Кхм... Друзей. Присаживайтесь поудобнее, вас ждет ролик под названием «История рабства 2. Живой аттракцион». И поверьте, рофлов и угарыча в этом видосе будет очень много. А если здесь будет много лайков, я сниму продолжение данной рубрики. И не забывайте про мой телеграм. Всем приятного просмотра. Все началось с того, что я появился на мусорке. А это, поверьте мне, было самое идеальное место для старта. Я не знал, каким образом я наберу своих первых рабов, но цели на этот вайп у меня были просто колоссальные. Эээ, сейчас будем делать грязь. Первым делом я, конечно же, отправился бить бочки, ведь мне нужны были компоненты, которые я мог бы переработать и скрафтить из этого злобещую чирку. Без шуток, мой персонаж реально выглядит как хозяин этого сервера. Побегав еще немножечко возле свалки, я встретил первого бомжа. Андрей Тараско, поздравляю, вы попали под акцию. Один раб по цене двух. Приглашаю вас стать моим рабом и фармить дерево и камень. Ты как раз выглядишь как драмосек, либо без шуток. Ты будешь фармить и прикрывать. У меня, смотри, сейчас у меня есть оружие уже, видишь? Я опасный. И как вы видите, долго уговаривать бомжика вступить в рабство мне не приходилось. Он сразу же стал фармить дерево. И ничего не предвещало беды, пока я не увидел этого челика. Андрюха, надо убегать. Видишь, он идет за нами. Забайте его на себя, а я его с чирки жахну. Я сел под елочку, достал чирку и поверил в себя, что даже смогу его убить. Андрюха, нет! Так наши пути с Андрюхой разошлись. И я побежал на поиски других бомжиков. Hello. This is your base. Your base looks like good, man. We can play together. I'm just naked. And I want to play with you. И в этот момент я поверил, что я нашел себе идеального тиммейта. И доверился этому бомжику. Но! Он меня забайтил на гантрап. И в этот момент я уже выработал уникальное предложение. Здравствуйте. От которого они просто не могли отказаться. У меня сегодня проходит небольшая акция. Ты можешь стать моим рабом совершенно бесплатно. И, конечно, они все были довольны такому предложению. Shut up! Axe O! Понимая, что возле свалки мне делать нечего, я побежал в сторону речки, где был спавн бомжиков, которых я мог завербовать. И как бы я не пытался поговорить с различными персонажами, меня почему-то все пытались убить. Э! 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 Спокойно! Спокойно нафиг. У меня есть оружие. Я вас всех перестреляю здесь. Я вижу. Гаси его, гаси его. Что думаешь, самый сильный здесь, да? Тихо, тихо, тихо. Руки вверх. Оружие на землю или всех перестреляю здесь. Спасибо за копье. Я пошел. Стой! Я тебе дам есть. Я еда тебе дам. И я думаю, что этот тип, который бежит за мной, и не подозревал, какую ошибку он совершил, кидая в меня копья. Мне кажется, твой друг ошибся немного. Стой! Стой! Я его убил, стой! И, наконец, спустя огромное количество времени, я смог завербовать своих первых рабов. А у тебя хозяин никнейм, почему он? Да это так, чтобы, знаешь, внимания привлекать. У тебя есть топовая возможность бесплатно стать моим рабом. Да, я согласен. Все, выходи и спать, я тебя кину. Сейчас один человек тоже, он тоже хочет. А вы что, братья, что ли? Ну-ка, стой, сними шляпу. Да, мы одинаковые, мы одинаковые. Да, не-не-не, он немножко этот, у него косичка сзади. Мы должны собрать армию, нам нужны еще люди. Три человека, это мало. И вот, собравшись с двумя братьями-китайцами, мы побежали искать новых фармеров. Чирку, чирку на землю, чирку на землю. На землю. Опусти. Хорошо, хорошо. Выходи и спать. Супер. Все, идем еще искать, пацанов. Ищем рабов. То есть, ищем добровольцев в клан вступить. Ну и, конечно, на нашем пути попадались те, кто пытался нас убить. В атаку. Вот. Включи факелы, включи факел. Стойте, стой. Он меня убьет. Я свечу его, я свечу его, ребят, гасите его. Умри, умри. И чтобы мои рабы могли защищаться, я скинул им копья. А пока мои новые друзья фармили дерево, чтобы отстроить домик, я залетел в новое событие в War Thunder. Раскрой тайны дюны барханов, далекой планеты в новом событии War Thunder. Тебя ждет захватывающее приключение в пустыне. Соревнуйся с другими игроками за право обладать ресурсами, лежащими в глубине песков. Но берегись, огромные пустынные черви в любой момент могут тебя атаковать. Управляй крылатыми машинами и футуристичной бронетехникой, созданной специально для миссии на песчаной планете. Захватывай ключевые точки и используй укрытия из твердых пород, чтобы избежать встречи с опасными пустынными червями. Силовые щиты, лучи-меты и звуковые волны. Испытай технологии будущего, которые помогут установить контроль над ключевыми точками, базами, сборщиками и другими важными для добычи ресурсов объектами. Окунись в уникальную атмосферу песчаной планеты. Благодаря топовой графике и реалистичным погодным эффектам, дюны в игре выглядят как в лучших фантастических фильмах. Качай War Thunder бесплатно по ссылке в описании, получай ценные ресурсы в качестве бонуса и участвуй в событии на песчаной планете. Друзьям об этой игре я тоже рассказал. Спасибо, хозяин. Ну и вам, я думаю, она тоже понравится, поэтому заглядываю в описании. Сразу, чтобы отстроить наш первый домик, я приметил вот этот остров возле речки. Там можно было вербовать новых рабов. Мне нравится место и в 20. Пойдем в ту сторону. Там речка, там классно, аутпост. Так, надо по пути фармить. Камни фармим. Фармим камни. А по пути мы фармили абсолютно все, что видели. Мы очень жесткий отряд. Добежав наконец-то до этого острова, мы увидели какой-то большой деревянный домик, в который сразу решили заглянуть. Что это за дом? Выглядит так, будто бы... Это наш вариант. Это наш дом теперь. Да, да, да. Это наш дом. Этот домик был полностью открыт. И это был действительно хороший вариант, чтобы здесь поселиться. Делаем спальники, работяги. И вы просто посмотрите на архитектуру этого домика. Он выглядел просто шикарно. Надо проем вынолбить. Здесь метлическая дверь чужая. И как только мы заселились, мы начали делать свой ремонт. Работаем, работаем. Хорош. Добро пожаловать в наш топовый домик. Ну, у нас огромные планы сейчас. Нам нужна армия рабов. Нам нужно минимум человек 15 найти. Не понял. У меня есть очень грандиозный план, что я буду делать с моими рабами. Это будет такой топ. Позже мы услышали, как неподалеку от нас кто-то формил дерево. И мы побежали вдвоем разбираться с этим типом. Чизнь. Наказан. Ээээ, нету. Таким непотным способом у нас появилось первое оружие. По пути домой мы познакомились с нашим соседом, который попытался убить моего раба. И мне пришлось его наказать. Ни фига себе, вы домик выбили? Четко. Я его убил. На, как красиво. Мне кажется, это он же. Так, надо крафтить печки и делать металл, да? А металл нам нужно будет нафармить. И, наконец-то, в нашем домике появилась печка, где мы могли плавить металл. Наша жизнь на этом острове была не всегда спокойной. На нас стабильно кто-то нападал. Уничтожен. Опять он? Уничтожен. Не, не он. Другой уже. Ну и моих новых друзей я не оставлял без дела. Я постоянно им предлагал работу. Нам нужен металл. А где металл-то? И вот что, все клановые черрики сформили? Тысяча металла. Тысяча металла. Держи. Нет, 3000 камня. Нормально. Мы нашли, где живет Чел с Томиком, который приходил нас постоянно убивать. И с ним я решил наладить отношения дипломатическим путем. Предлагаю тебе заплатить нам дань. Дань хочешь? Какую? Какая есть? Скраб? Ну, скраба у меня всего лишь 50. Отлично. На первый верстак нам пойдет. Я подумаю. Думай. У тебя есть время. Позже я поставил в доме еще больше печек, ведь плавить нам нужно было много. Пока мои путники фармили ресурсы, я вербовал новую рабскую силу на своем острове. Ресурсы на землю. У тебя есть выбор. Ты можешь стать нашим рабом и играть с нами. Либо отправляешься на спавн. Давай еще один раб. Давай. Будешь с нами рабом? Я еще одного раба нашел. За это ты будешь получать бесплатную еду. Просто будешь с нами жить. Это вступительный взнос. И команда наша расширялась не по дням, а по часам. Вы просто посмотрите, сколько настало много. Мы бежали фармить скраб, ведь нам нужно было поставить хоть какой-нибудь верстак. И я увидел, как неподалеку от нас строится какой-то огромный дом. И на нем сидел болтовщик. Справа болтовщик, бежим налево. Потом сейчас стрелять будут. И он даже смог убить одного из моих рабов. У нас полные потери. Предлагаю забрать его болт в ближайшее время. У меня даже есть идея, как это сделать. Добежав до дома, я придумал гениальный план. Как ёнькнуть у него болтовку, чтобы он больше по нам не стрелял. Но для этого мне нужен был буст в виде моих рабов. Сейчас надо будет пойти забрать у пацанов болт, которые на крыше сидят. А также я наконец-то смог скрафтить кодовые замки, чтобы мои рабы могли спокойно заходить домой. Все, ребят, поехали к ним на крышу. Пойдем за мной. Дай мне кому-нибудь из наших двушку. Они там строятся. Сейчас убиваем типа снизу и бустимся на крышу. Идите вдоль камня пока. Он стал вроде спать ливень. Он стал вроде спать ливень. Одного убил. Иди сюда. У меня, если что, есть еще дерево. Пробусти, пробусти, пробусти. Тихо, тихо. Сидите тут, просто сидите и не двигайтесь. Надо убивать в лишней. Долгое время мы сидели у них на крыше в надежде, что кто-нибудь откроет дверь. И тогда я понял, что нужно сделать, чтобы они поверили, что мы ушли. Я попросил отойти от этого домика моих рабов. И начал выжидать момента, когда же они заспавнятся дома. У них всего два выхода из дома. Либо он сейчас на улицу будет выходить, либо на крышу. И в этот момент я действительно не знал, что мне делать. Ведь у меня не было света. Я абсолютно ничего не видел в этой темноте. И мне нужно было каким-то чудом отбиваться от хозяевов этого дома. Ничего страшного. Надо спальники все у них просто уничтожать. Включайте факела, ребят. Я конечно надеялся, что за этой дверкой будет шкаф, но его там не было. И тогда я понял, что отсюда я скорее всего не выберусь, пока этот тип не открыл мне дверку. Я убил его. А после я занимался самым интересным. Я переносил основной лут к ящику, который находился ближе к выходу. Ведь у меня был единственный шанс выбраться с этого дома. Ждем пока все. А, это хозяин хаты. А, это хозяин хаты. Я убил его, слышь? Убил двоих. Иди сюда, лут перекину. Лут скидывайте. Вот щель есть. Иду, иду, иду. Беда. Уйди, уйди, уйди. Давай, давай, давай. Относи это домой сразу. Относите домой сразу. Отсадей. Относите это все сразу домой, потому что надо. Пока я скидывал лут, хозяин дома все-таки умудрился закрыть дверку. Но меня это не останавливало. Ведь у меня было тысяча костей. Я мог просто выбурить у них окно. И с этого момента начался всеми любимый наш контент. Долбежка стенки. Попробуй кинуть копье в стенку. Может я смогу забрать. Или в окно кинь. Или в дверь кинь. Я попробую забрать копье. Реально работает, чуваки. Работаем, мужики, работаем. Ха-ха-ха. Зара это их тиммейт. Зара это хозяин дома. Забейте его, это хозяин дома. Он ломает, как я тебя убил. Да нет, не забейте его, реклама. Давай, по башке ему че у них камнем. Давай. На. Ха-ха, хорош. С этого дома у меня все-таки получилось выбраться. А еще я йонькнул все ресурсы и забрал оружие, которое у них было. И больше никто с крыши этого дома не стрелял. Отлично справились, ребят. Мы победили. Теперь у них нет болта. Победа. В доме уже было столько ресурсов, что складывать их было уже некуда. А чтобы расширить постройку, нам нужно было дерево. И поэтому я отправил своих рабов на вырубку леса. Такое мне нравится. Ребята просто уже смотрите, как работают. Вот это топ. С бензопилой там рубает деревья. Ха-ха. Хорош. Медведей тоже фармим, Дестани, обязательно. Нам все это нужно. А все те, кто нападал на моих работяг, получали сболтовки по лицу. Лежать. Так, все, мучу ящик. Сейчас сюда будем накидывать все. Пока забери, сейчас кинешь в ящики. Вот я тут сейчас медведя скинул. Ну и наконец, для своих работяг я отстроил очень просторную комнату, где была хорошая защита. А также, наконец-то, я достроил полностью второй этаж. Мне нравится, как выглядит наш дом. Это просто реально топ. Оп. Вот, вот, все ящики и печки будут здесь. Пока что. Пока мои работяги занимались делами, я оборонял нашу территорию от внезапных гостей. А также я продолжал набор рабской силы. Куда побежал? Стой. Эй. У тебя есть отличное предложение стать рабом бесплатно, прямо сейчас. Какие рабы? Я так просто играю по приколу. Не, мне не лень. Тогда, сори, братик. Он не захотел быть рабом, мне пришлось его отпустить. Ну а с моими, скажем так, постояльцами, мы намутили побольше фоточек. Чтобы развесить их по всему нашему домику. На этом острове пробегало довольно много бомжиков, которых я мог завербовать. И среди них были иностранцы. Я не знаю. С media пытался. Я не знаю. Я не знаю. Я не знаю. Все живое с ним, я не знаю. Да люди, ай, не, не! На, возьмите этот камег и уберите его Добрый работа! Баспорт, хочешь играть с нами? Потому что мы нужны славы Что мы играем? Да, я буду играть с тобой Я буду играть с тобой Я буду играть с тобой Ты должен готовить это И фарм дерево С тобой. Да, сейчас И в Расте можно наблюдать бесконечно за тремя вещами. Как течет вода, горит огонь и как Башел фармит дерево камнем. А попутно мои ребята обучали его русскому языку. И у меня был хороший план. Я собирался для иностранных работяг отстроить их собственный домик. Иностранному гостю я скинул топорик, чтобы он смог нафармить 3000 дерева. И он действительно без всяких вопросов приступил к работе. Иностранному гостю я защищу тебя. Хорошо, я почти 2 000. Найс, ты хороший слава, я тебя люблю. Да, мастер. Найс, хорошая работа. Добавляйте все, добавляйте все. Спасибо, сэр. Да, подожди. Смирай, смирай, смирай. Хорошая работа, мой слава. Смирай эту б***ь. И вы не представляете, как мне было грустно, когда он убил моего раба. Он убил моего слава. По приходу домой я отстроил специальное помещение для моего иностранного гостя. И сразу же ему поставил здесь спальник. Также расставил большие ящики, положил записку с паролем и прилепил к стеночке картинку. И знаете, для бомжа это было действительно комфортное убежище. Окей, окей, мой слава. Я сделал. Скажи что-то. Смирай, скирай, скирай, скирай. Хорошо, следуй. Это место для тебя. Это б***ь. Посмотрите, мой друг, это ты. О, мой бог. Спасибо. Спасибо большое, гусар. Окей, я буду дать тебе еще немного льда. Не знаю почему, но некоторые игроки даже были не против стать моими рабами. Их это даже как-то забавляло. А тем временем мы накрафтили мачете и побежали доставать нашего соседа, который постоянно убивал моих рабов. Все, долбим. Ай. Да отойдите, чуваки, ну че вы мешаете, вы рофлите? Наш деревянный домик привлекал огромное количество людей. Возле нас постоянно проходили какие-то перестрелки. Я убил его! Ха! Что? И когда я убил фул забитого типа ресурсами, я уже понимал, что скорее всего на нас нападет какой-то клан. И нам нужно было к этому как минимум подготовиться, поэтому я скинул своим рабам оружие, чтобы они могли обороняться. Нам по-прежнему нужен был скраб, чтобы поизучать все самое ценное и поставить наконец-то второй верстак. И забегая немного вперед, скажу вам сразу, что башил на этом сервере больше не появлялся. И первым делом скраб я решил потратить на изучение лестницы, ведь где есть лестница, там есть контент. И как только я скрафтил лестницы, я наведался к моему соседу, который постоянно стрелял по нам с крыши. Сойди, не полезь, он, наверное, ушел. Я простоял здесь около 15 минут, и тут услышал, что он вернулся домой. Кстати говоря, он угнал моего белого коня, на котором я бегал на аутпост, и за это мне пришлось его наказать. Найс, у меня плюс бур, плюс металл, плюс все. Я доволен. А еще больше я доволен за мою ЛР-очку. А после, собравшись уже вместе, мы побежали выселять деревянные домики, которые находились на нашем острове. Нам не нужны были конкуренты, и уж тем более нужны были ресурсы. Шкаф мы, конечно, добили, но тут ничего не было, нам просто не повезло. И тогда я сбегал на аутпост и купил, наконец-то, второй верстак. А потом я побежал на соседний остров фармить камень, ведь на нашем его просто не было. И наткнулся на домик, в котором можно было что-нибудь ёнкнуть. А по приходу домой я сделал небольшой ремонт, полностью застроил центровину, чтобы нас никто не зарейдил, поставил второй верстак, и так наш первый день подошел к концу. Пробурив наконец-то себе выход, я увидел это. У нас полностью сгнил второй этаж и комната для бомжей. Всё сгнило нафиг. Всё дерево, которое тут было, абсолютно всё. Но ничего страшного, сейчас мы это всё восстановим. И в этот день я планировал сделать максимально много всего. А ещё каждый из рабов отстроил себе отдельный домик. И наше рабское поселение превратилось реально в деревню. Но, не будем о грустном, ведь рабов было найти не так уж и сложно. Можно и не надо. У тебя есть два выбора. Не убивай, не убивай. Держи топор. Компания выбор. Нафармить дерево и вступить в нашу... в наш отряд рабов. Прекрасно, я иду фармить. И уж поверьте, дерева нам нужно было очень много. С крафтив всем мачете, мы побежали выносить магазин нашего соседа. Ведь там мог быть какой-нибудь лут. И в этот же момент к нам прилетел челик на коптере и убивал моих жителей. Мне нужно было с этим что-то делать. Убить его, увы, у меня не получилось, но отпугнуть его я смог. Позже мы добили деревянную стеночку в магазине. И всё, что мы там нашли, это 150 металла. Мда. Но зато мы познакомились с нашими соседями. А вообще у меня была бизнес-идея, как я буду зарабатывать на своих рабах. Но для этого нужно было ещё очень много всего сделать. И первым делом я заставил всех работать и приносить мне дерево. А дерево, как вы знаете, мне нужно было очень много. Нормально, сейчас мы тут всё сделаем. Каждый занимался у нас своими делами. Кто-то фармил дерево, кто-то фармил камень, а кто-то фармил метро. Ведь компонентов налутать нам нужно было очень много. И примерно столько скраба нам получилось нафармить за один заход. Лута было много, а защиты было мало. Поэтому я отстроил свой легендарный бункер, в котором я мог хранить все основные ресурсики. И защищать свою деревню. Хозяин, я уже дабыл дерево. Я дерево дабыл. 4К дерево. Но этого мало. Это нам нужно будет забором оградить очень много всего. Так, иди сюда. Смотри, что у меня для тебя есть. Что такое? Ого, так мне нравится. Нужен ящик дерева прямо сейчас. Ну, чисто ящик большой. Я всё поставлю свободно. Угу. Работа идёт полным ходом. Пока мои слейвцы фармили дерево, я отправился в сторону лаборатории. Ведь нам нужен был скраб, чтобы изучить деревянные стены и ворота. Я был не единственным лабораторным фармером. Меня уже там ждали. Ё-моё. У-у-у-у, хорош. Вдоволь налутавшись в этой лаборатории, я побежал домой. Ведь скраба, по идее, мне уже должно было хватить. В домике у меня появились гантрапы. Я изучил деревянные ворота и стенку. И мог уже полностью огородить территорию. Хорошо, что проблем с деревом на этот момент у нас уже не было. Офигенный забор. Да... И спустя ещё несколько попыток, мне всё-таки удалось застроить эту дырочку. Ну всё, такое мне нравится. Блин, а ведь я мог изучить ракетницу. Ладно, мне нужна печка. Плавить в маленьких печках было довольно долго. Поэтому я изучил большие печи и поставил их на свои территории. Пацаны... У нас прожатся... Рот. Подожди, а ты кто вообще? О, лобстер. Здорово. Четыре днёрки пароль. Здорово. Понял. А новые ребята, которые хотели попасть в нашу деревню, проходили очень интересную проверку. Ведь я должен был убедиться, кинут они нас или нет. Если я нужна деревня, то моего слава фармит деревья. Если я нужна деревня, то моего слава фармит деревья. Правда? Окей. Я не хочу быть моим личным человеком. Если ты играешь как хорошая команда, то я могу дать тебе ганки и больше. Если ты пытаешься скамить меня, то я тебя просто убью. Окей, чувак. Я в ФК. Один минуты. Я в ФК. Пожди меня? Я ему сказал, что я отошёл в ФК, и чтобы он меня прикрыл. Ведь мне было интересно, попытается ли он меня убить. Окей. Я могу просто фармить. Серьёзно? Он просто встал фармить дерево? Он не попытается меня убить? И этот паренёк проверку прошёл успешно. Просто следуй мне, я покажу тебе твоя база. И так как я доверял всем жителям, я в центровине дома авторизовал абсолютно всех, и дал авторизацию в шкафу, чтобы они сами могли расширяться. Не переживай, мы ничего воровать не будем тебе. Окей, окей, да я не особо переживаю. И поначалу на нашей территории было абсолютно всё хорошо. Печи плавили. Ребята работали и занимались каким-то фармом. В общем, мы жили в полном спокойствии. Но так, как вы понимаете, продолжалось не всегда. Кто-то начал подворовывать ресурсы с наших печек. Пустая. Эээ А чё все печки пустые What the fuck Кто украл лесы Тут лежала сера и металл Но у этих пацанов я ничего не вижу Изначально я подумал Что кто-то взял ресурсики на свою нужду И поэтому заправил печки ещё разок Так, печки плавятся Всё отлично Так, я надеюсь ночью никто не залезет ко мне Потому что я там металл плавлю И когда я вернулся к печкам Очередной раз я увидел Что кто-то ёнькнул 99% металла Не понял Кто-то тырит мои ресурсы А чё в шкафу так мало лесов И тут ничего нет Тут какая-то крыса завелась Тут завелась какая-то крыса Эй, чуваки Это вы из печек лут забираете Или это не вы? Нет У меня У меня какая-то крыса завелась Она у меня со шкафа, короче Я прописал пацанов в шкафу Кто-то со шкафа у меня рез и забрал Из печек Ладно, сейчас разберёмся Я знаю, что я сейчас сделаю И так как никто не собирался признаваться Кто ворует ресурсы У меня появился гениальный план Как в поймать крысу Короче, я знаю, что я сейчас сделаю Я сейчас проведу камеры И буду ловить эту крысу Мышь эту У меня было очень много камер и компьютер стейшн Поэтому поймать крысу не составило бы и труда Нужно было просто расставить камеры Кто будет сюда смотреть? Никто не будет сюда смотреть Электричество подключить я постарался максимально беспалевно Когда никого не было на территории Чтобы никто об этом не знал Ведь воровать ресурсы мог абсолютно любой А пунктом слежки стал мой дом Где я отстроил специальное помещение Так, здесь все прекрасно видно Здесь видно выход Печки видны Дом виден, отлично Все, я готов приманочку закидывать Посмотрим, что у нас тут происходит По всем комнатам я раскидал различный драгоценный лут Который мог заинтересовать жулика И начал выжидать свою добычу О, одного вижу уже Жука Я ж найду, кто ворует у меня ресурсы Посмотрел, пошел Пока никого нет Я сидел, попивал кофейку И переключал постоянно камеры В надежде, что кто-нибудь зайдет И начнет воровать ресурсики Что-то мне уже слабо верится Что здесь вообще можно кого-то сейчас поймать И спустя где-то, наверное, 50 минут слежки Появился он Тот самый жулик, который воровал ресурсы О, не понял, это кто с базукой в моем доме Ха-ха Ха-ха-ха Кажется, мы нашли крысу Вот это я сгонял за кофе Ух ты, мышь какая Ты что, думаешь, тебя никто не видит? Он коня угнал? А ну-ка, я хочу Я не буду его убивать Потому что мне нужно посмотреть Куда он таскает лут Он не должен знать Что мы его раскусили Он, походу, и рабов моих обворовал Лобстер-бобстер, значит Я увидел, куда он побежал на коне И решил сбегать в ту же самую сторону Он спать и вышел Теперь я точно знаю Кто здесь крыса Теперь я на все 100% уверен Что этот пацан тупо крыса Я нашел его кибитку Он здесь Я не буду палиться Я не буду палиться Я уверен, что это его дом Он на моем коне сюда убежал Я уверен, что это его хата И после того, как я нашел домик этой крысы Нам оставалось всего лишь самое простое Подготовиться к рейду Алло, чуваки, вы тут? Я нашел, кто воровал ресурсы у нас Короче, нам нужно с этим что-то делать Я знаю, я знаю, где он живет Он вышел из пати, но я примерно догадываюсь, где его дом Короче, нам нужна серая Нам нужен скраб И мы пойдем его рейдить И все остальное время я занимался чисто переплавкой ресурсов Ведь нам нужно было наплавить как можно больше серы Также я изучил бобовку и сачельку И мы могли уже отправляться на рейд Правда, мне пришлось подождать еще около 30 минут Пока все это накрафтится Как только я наконец все докрафтил Мне оставалось всего лишь собрать своих воинов Общие сборы, дорогие рабы Мы нашли того, кто нас предал Тот, кто воровал наши ресурсы из наших печек Нам нужно его выселить Все, короче Я рейжу Кто-то прикрывает, а кто-то в дом залетает первый Потому что мало ли у него там есть что-то Что-то пробежали Мне не пугать здесь У меня подхвата сидеть теперь будет или что? О-о-о-о-о-омая Это за то, что ты тылил резы с моего дома Вперед Отойди! Зачем ты встал, Лю? Отойди, отойди! Отойди! Все, прытьте! Субтитры сделал DimaTorzok О, базука моя лежит И вы просто посмотрите, сколько же ресурсов он наворовал Найс, Путик, вернулся домой Домой к папочке После того, как мы его зарейдили, он на нас обиделся и начал нам угрожать Что, ты думаешь, самый сильный или что? Зарейдил, блин, со своей толпой Так а зачем ты ресы воровал, когда ты с нами играл? Давай, обеи меня Зачем ты воровал ресы? А что, нельзя, что ли? Знаешь, что можно? Ты что, убьешь меня, да? Вот что можно Ай, блин, я твой черепок оставлю себе Ты думаешь, я тебе серьезно говорю, ты думаешь, что все просто так закончится? У меня клан 12 человек играет Давай, тащи его сюда Вашего поселения здесь просто, ну, ветром сдует, я говорю А думаешь, я тебе так все просто скажу? Да, давай, давай, поверим направление ветра Ты можешь просто, ты просто можешь ждать, я тебе серьезно говорю Вот, я соберу У нас 17 домов И знаете, этот тип действительно на нас натравил клан, который находился неподалеку от нас Они постоянно приходили с нами стреляться И дабы показать им, что они не самые главные на этом острове Мы скрафтили базуку и скоростные ракеты Ща будет бум-бум их коровки Давай, пусть они разозлятся Он на крыше Не стреляй Да, я вижу Убил его Я его убил Я его убил, по-моему Хорош, хорош, хорош Лучший О май гот Верес юр скраб хели, гайс И то, что мы взорвали у них корову Это им не особо понравилось Они начали прибегать и убивать моих рабов И тут я понял, что у меня есть болтовка И я могу отстроить напротив их дома небольшую вышку И как только я закончил строительство Я начал их байтить Он с базукой выходил Ха-ха, он два раза уже промазал Спустя 10 минут я им настолько сильно надоел, что они даже отказывались выходить и лутать свои трупы И после такого небольшого урока больше их возле нашей территории мы не видели Наконец, в основном доме у меня появился третий верстак И мне оставалось всего лишь реализовать мой бизнес-плен А для этого мне нужно было дерево Мне нужна суперровная площадка для того, чтобы это все реализовывать А тут она как раз имеется Разве что этот шкаф придется, наверное, разбить Вы можете меня спросить, что это такое масштабное я строю А строил я живой аттракцион То есть тир, где можно было выигрывать различные призы Сколько это в сумме будет сейчас метров Как только я достроил основную площадку, мне осталось всего лишь померить дистанцию И написать, сколько метров до цели на табличках А узнавал я, сколько метров путем комбат-лога И наконец-то я дошел до того, что я развесил мишени Ну слушай, это вполне реально, мне кажется Изи нафиг Со второго раза в красную точечку попал А также можно было выиграть суперигру Для этого нужно было попасть всего лишь три раза в черные точки И пока я отстраивал тир, один из рабов спалил пароль от ворот в войсчате И кто-то его сменил Я появился на территории и увидел там бомжа, который заруинил нам выход Ах да, забыл сказать, этих бомжей было двое Из-за того, что у них был доступ к воротам Они частенько сидели под дверью И не давали мне заниматься своими делами Вот эта штука мне нужна 75 металла, изи Там внутри клоун, слышишь? Он ворота открыл О, хорош Не знаю, откуда у них была такая агрессия, но они явно нас не любили Ну, сейчас же вайп бы посрался из-за нас Какой вайп? Ты у меня только ворота забрал Я их сейчас выжгу и все, дурик Ты отстал, где не рад Короче, они явно нас не любили После я доделал последние штрихи, провел электричество И мы уже были готовы открывать эту игру Алё Алё О, работает О, работает Кайфы Алё А с чего они будут стрелять и с какой дистанции Выбиралось полностью рандомно И впрочем, мы уже могли начинать свою игру Уважаемые бомжики Для вас открылся тир, где вы можете поучаствовать и выиграть суперприз Для этого вам нужно принести какой-нибудь вступительный взнос Всех ждем Заходим, не стесняемся Так, для начала Я так полагаю Вы первые посетители нашего тира Вам нужно скинуть нам вступительный взнос Что принесли Так, 250 серы и 50 удобрений Отлично Смотрите Правила просты Мы идем сейчас сюда Один из вас встает возле крутилки И сейчас мы выберем, с чего вы будете стрелять Надо обязательно закрыть дверь Что, крутим? Крути спин Ну ты явно не везунчик Ха-ха-ха-ха У тебя, смотри Ты должен отсюда попасть вон в ту черную мишень Смотри, видишь ее У тебя есть 29 попыток Три попадания Активируется супер игра И там будут супер призы Первая черненькая была выбита Это было близко Хорош К сожалению, он выбил всего лишь две из трех И получил за это Томпсон Следующий участник Подходи к спину Ну а следующему участнику повезло меньше Вы посмотрите Ему выпали копья И это было действительно лютое испытание Ха-ха-ха-ха Чувак Ты везунчик Понятно, понятно Муклюешь, муклюешь Это подкрук Это подкрук Пойдем, пойдем Мне кажется, ты будешь первый проигравший сегодня Смотри Прекрасно Это твои копии Где я могу положить свои резы Подожди, стоп Вступительный взнос Что ты мне принес За участие в игре На пердах Ты должен вот отсюда Попасть по черным мишеням Скопий Выбиваешь третк И активируется супер игра Поехали Да Я уже первый кинул даже Ха-ха-ха Ну у тебя много попыток Слушай Ну это было близко Очень близко Хорош Хорош Смотри Ты уже справился с одной Так, первый попросил или нет? Да Ха-ха-ха Ты так долго целился К сожалению, этот участник Даже не попал во вторую черненькую Но все же Он выиграл супер приз Поздравляю Ты победил А знаешь, что ты выиграл? Давай, что же я выиграл? Так, ну Все проигравшие Выигрывали смерть Игрок номер два Подходите к спину Тебе очень повезет Если это будет не копье Ха-ха-ха Ох, хорошо Смотри Это двушечка Познакомься Тебе двушечка У тебя есть выбор Смотри Заглядывай в ящик Пайпу 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 Смотри Смотри Стрелять ты будешь Вот с 40 метров По черным точкам Тебе надо попасть Чтобы активировалась Игра Поехали Отлично Ты выбил вторую Отлично Ты выбил вторую Поздравляю Активировалась Суперигра Суперигра Активейтед Ты готов? Поехали У тебя пять целей Тебе нужно убить пятерых Бомжи откисают С одного выстрела По идее Ладно В кого попали Короче Отходим в комнату Будем считать убитым Ну ладно Будем считать Что ты убил пятерых Но там ХП конечно Решает жестко Хоть он пятерых И не убил Но все равно Калаш Он получил заслуженно Так как попал Он практически По всем Что было сделать Довольно трудно И желающих Поучаствовать В нашей игре Было довольно много Кто-то приносил Даже скраб Скрабчик это хорошо Пойдем к спину А за место Пайпухи Я поставил болтовку Без прицела Так как убить С нее было Намного проще Тебе Тебе С первого раза Повезло Тебе Ой-ой-ой Как повезло Тебе нужно попасть В эти черные мишени И понятное дело Что с болтовки Попасть по мишеням Не составило бы и труда Но По бегающим мишеням Активируется Супер игра Тебе нужно убить Как можно больше человек Поехали Один готов Минус два Остался последний Хорош Ты справился Ты справился С задачей Подходи сюда Я разрешаю тебе Добить их Добивай их Не надо Не надо Я запрещаю Нет Не надо Ха-ха-ха-ха На Забирайте Призы Я думаю Это вам все пригодится Пока-пока Вы понимаете Что я на вас Разорюсь Скоро А под конец Мы устроили Битву гладиаторов За свободу Всё Хах-ха-ха 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 Хорош Хадаш-ха-ха Да Хах-ха-ха Хорошо Хах-ха-ха Халай подними меня Нах-ха-ха На Одно из General Нифига себе ты выдал Отлично, ты победитель Ты победитель, ты теперь свободен Участников у нас было довольно много и бизнес продвигался Но для вас я выбрал самых веселых и самых интересных Со временем у нас появилось довольно много серы И мы знали, куда ее можно потратить Короче, эти бестолочи опять залезли на территорию И с двушками их скопья убили Мы собирались зарейдить тех типов, которые украли наши ворота и поменяли пароли А жили они на маленьком острове, прям возле воды И как только я накрафтил ракеты, мы побежали их выносить Поехали, поехали Нам через воду, нам через воду на... Так, я не понимаю, какой дом на воде, но я бегу F-24 Вон, видите дом со стрелкой? Это их дом Давай сразу дверь бахай Что-то он открыт что-ли, подожди? Ага, ну не обездачный, но он может быть открытым Стой, 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 больно вообще-то Ох... Ты где-то он тебя взорвет Заряжаю лету Да не, не взорвет Я залутал два ста Гантрап О, так у них бункер Оооо, отходите, добиваем А вот никто не просит, если я второвешник заберу, да? Ооо, смотрите кто спит, ребят Ха-ха-ха, смотрите кто это Бей ты его Не, оставьте, оставьте его Надо ему записку оставить А ему мы оставили тайное послание, которое понять способен не каждый И после того, как мы сделали им полный ремонт, мы отправились домой Как бы сейчас все не потерять Ну а перед тем, как выходить с сервера, я сделал самое важное Я распустил своих рабов и наградил их орденом доблести и отваги Все, выстраивайтесь в ряд, мы будем посвящать вас в рыцари Э, Джестони Так вот, вы служили мне верой и правдой Долгое время, мы даже рассекретили с вами крысу, которая воровала ресурсы Я думаю, пора вас посвятить в рыцари Все, подходим по одному ко мне Вот к этому костру И садись на колено Поздравляю, боец Джестони Мы тебя будем помнить Отныне ты рыцарь Пират Поздравляю тебя С рыцарским Как сказать, орденом Блендер Ты был отличным бойцом, который играл на пианино Поздравляю тебя с новым рыцарским орденом Свобода И все, Мона Остался ты Я разрешаю тебе Избавить меня от рабовладельческих мучений Все Я искренне надеюсь, что эта история вам понравилась Ведь сил в нее я влил очень много Не забывайте про лайки, комменты, подписки Всем пока Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok